Так близко к новогоднему чуду, что пора загадывать самые сокровенные желания. Примера короткометражного фильма начинающего режиссёра Александра Дельмухаметова состоялась в Полярном. Пусть всё, что желается, непременно сбудется, но помочь в этом придётся самим себе, даже в новогодних мечтах. А инструкцию по применению можно отыскать в короткометражном фильме за полярного режиссёра Александра Дельмухаметова. Наш фильм – это новогодняя сказка. Это история о желании, которая вдохновит, может быть, кого-то на воплощение своей личной мечты. И основная мысль фильма – если у вас есть желание, то просить его исполнения вы можете только у самих себя. Для режиссёра это вторая работа. Первый короткий метр «Северный ветер. История, которая случилась», рассказывал о женщинах-героях войны. Фильм занял первое место в конкурсе «Медиа Артика» и Александра пригласили в проект «Арктическое кино». Так появились намётки для короткометражки «Желание», съёмки которой состоялись в декабре. В ленте сыграли начинающие актёры из Апатитов, Оленигорска, Мурманска, Ведяева и Полярного. Для некоторых из них такой опыт и был одним из самых заветных желаний. Я очень благодарна Александру, который в преддверии Нового года, как настоящий волшебник, исполнил и мою мечту детства. Было волнительно, но настолько эмоционально. И на одной волне все мы общались, и съёмки проходили весело, и все какие-то трудности преодолевались с лёгкостью. Премьера фильма состоялась в Полярном, в историко-краеведческом музее, где и работает Анна. «Желание» было отснят всего за 72 часа. Несмотря на это, каждый кадр буквально пропитан новогодним настроением. Александр признался, вдохновение ему подарили картины Ренаты Литвиновой. Поэтому самые внимательные зрители могут найти здесь пару сцен из кинолент. А если и этого будет недостаточно для создания правильной атмосферы праздника, у исполнительницы главной роли Александры Шип парочка действенных советов. Так, ну, на Новый год есть перечень вещей, которые обязательно нужно выполнить. Лас Крисмас в наушнике, ходим, слушаем. Ощущение вот этой волны мандаринов, это обязательно, без этого никак. Покупаем себе 2 килограмма мандаринов и едим. Можно елку поставить живую, чтобы вкусно пахло. И сразу все проблемы уходят. Ну, у меня так, закрыло полугодие в 11 классе и нормально. Подготовка к съемкам началась за пару месяцев до старта проекта. Она включала в себя создание сценария, поиск локаций актеров, согласование съемочного процесса с партнерами. Короткометражный фильм «Желание» уже доступен для свободного просмотра на YouTube-канале молодого режиссера и других интернет-площадках.